Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем вместе с вами, кому это интересно и дорого, размышлять над очень важным вопросом, взаимоотношения восточного мистицизма и христианства. Тема более чем актуальна, потому что восточный мистицизм продолжает свою наступательную работу на пространстве, как сейчас принято говорить и стало модно, постхристианской Европы, постхристианского мира. И вот сегодня хотелось бы ваше внимание вот на что обратить. К чему призывает восточный мистицизм? К свободе или к покорности карме? Что такое карма? Карма – это закон, управляющий судьбой всех живых существ, в том числе богов, так с точки зрения восточного мистицизма. И следствием вот этого повиновения карме является такой фатализм, то есть покорность судьбе или покорность року. Закон о карме – своего рода смирительная рубашка для духовного порыва верующего индуиста. И, собственно, неудовлетворенность вот этой несвободой ощущалась в рамках самой индуистской религиозной традиции. Неслучайно с конца XII века и по XVII век в рамках индуизма возникло такое движение, как Бхакти. Что такое Бхакти? Бхакти – это вера в личностного бога из огромного пантеона индуистских богов, бога Кришну. И считалось, что любовь к Кришне освободит тебя, тебя, поклонника этого бога, от вот этого закона кармы. И рано или поздно ты выйдешь из этого колеса первоплощений. Поэтому не случайно Бхагавадгиту, Бхагавадгита – это часть эпоса Махабкарата, даже называют Евангелием индуизма. И, дорогие друзья, вы наверняка слышали даже от наших соотечественников, может быть, от кого-то, принявшего крещение в детстве, но живущего вне спасительной ограды православной церкви, которые говорят, вот Бхагавадгита – это Евангелие индуизма. А что значит Евангелие? Значит, благая весть. Давайте внимательно рассмотрим, что же это за «благая» в кавычках весть, и что она провозглашает миру. Содержание Бхагавадгиты вполне оригинально. Поэма начинается с того, что два племени – Пандавы и Кауравы, между ними была борьба за власть, они собрались в долине Куру для того, чтобы вступить на самом деле в такую братоубийственную войну. Перед битвой на своей боевой колеснице пандавский князь Арджуна выходит, чтобы в последний раз взглянуть на два противоборствующих войска. И вид воинов, готовых пролить братскую кровь, повергает его в уныние. Он потрясен настолько, что задается вопросом, а имеет ли он вообще право проливать братскую кровь? Его возничий, которого звали Кришна, и он оказался воплощением вот этого верховного бога, которому поклоняются последователи вот этого движения Бхакти, он начинает с ним диалог, и, собственно, вся вот эта поэма Бхагавадгита – это как раз в основном диалог князя Арджуны с Кришной, который является его возничьим и одновременно является воплощением этого бога. Содержание этой поэмы в следующем, что «Долина Куру» рассматривается как вообще в широком смысле слова «жизненная борьба». И предстоящая битва между двумя племенами понуждают Кришну открыть Арджуне вот это свое, в данном случае мы бы сказали, благовестие. Кришна говорит Арджуне о смысле бытия, об абсолюте и о месте человека во Вселенной. И самое главное, он призывает Арджуну перестать ужасаться от мыслей взаимного уничтожения людей. Он говорит, надо взглянуть на эту проблему с точки зрения вечности. Процитирую вам «Познавшие не скорбят ни о живых, ни об ушедших, ибо я был всегда так же, как и ты». Обращается Бог Кришна к Арджуне. И поскольку душа вечна, и она бесконечно перевоплощается в разных телах, поэтому для человека необходимо спокойно смотреть на сам факт убийства, умершления, смерти подобных же ему людей. Почему? Потому что надо просто исполнять вот этот закон кармы. Арджуна просит Кришну явить свой подлинный облик. И перед глазами Арджуны появляется как бы все вот это многообразие Вселенной, воды, ганга, божество Вишну, солнце, ветер, вся вот эта природа. Но Арджуна не удовлетворяется и просит Кришну, яви мне себя неприходящий владыка йоги, молит он. И внезапно с Кришной происходит разительная перемена. Перед глазами Арджуны встает огромный колосс почти до небес с множеством рук, множеством голов, множеством мочей, открытые пасти с огромными клыками, и в таком неземном убранстве бесчисленные меры сталкиваются со смертью, и из его чудовищных вот этих пастей торчат исполинские клыки времени. Вот даже зацитирую вам, что предстало глазам Арджуны. «Я вижу в твоем теле много-много рук, чревов, ртов, глаз, простирающихся повсюду беспредела. Я вижу, как ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю Вселенную своим сиянием». Сжигаешь Вселенную. «Все планеты и их полубоги ввергнуты в смятение видом твоей великой формы, с ее многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и т.д. «Все люди устремляются в твои зевы, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем». «Вижу, как ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами. Я не могу сохранить равновесие при виде твоих пламенеющих смертоносных ликов». Это я вам цитирую из «Бхагавадгиты», глава 11, текст 16, 19, 23, 24, 26, 27, 29. «Я время продвигаюсь, миры разрушаю, для их погибели здесь возрастая», говорит Божество Кришна потрясенному князю Арджуни. И дальше очень важные, можно сказать, ключевые слова. «И без тебя погибнут все войны, стоящие друг против друга в обоих ратях. Рази, не колеблясь». Вот это явившееся Божество призывает князя «разить, не колебаясь». И вот еще слова Кришны о самом себе. «Я – яма Бог смерти, я – всепожирающая смерть, я – время, великий разрушитель миров, я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей». Глава 10, текст 29, 34. Потрясенный князь Арджуна просит Кришну вновь принять свой первоначальный облик, и вновь перед ним его возничий, симпатичный, с короной юноша, такой с синюшной кожей Кришна. И продолжается диалог, в котором Кришна продолжает убеждать Арджуну, говоря, «Ты исполнишь помимо воли то, что по своему заблуждению не хочешь делать». Давайте задумаемся, дорогие друзья. И в первую очередь хотелось бы обратиться к тем из наших соотечественников, может быть, христиан по факту крещения, которые утверждают, что Пхагавадгита – это Евангелие индуизма, что оно ведет к освобождению человека, ведет его к любви к Богу. Вот что мы сейчас видели? Это что, откровение Бога? Почему Бог призывает к братоубийственной войне? Почему Божество оправдывает убийство? И почему Божество, еще раз процитирую, говорит человеку, «Ты исполнишь помимо воли то, что по своему заблуждению не хочешь делать». Где свобода у человека? Это Божество, которое якобы провозглашает освобождение человека от рабства, кармы, и от этого колеса перевода воплощений, на самом деле говорит, «Ты все равно сделаешь то, что против своей воли не хочешь делать». И, несмотря на вот этот декларируемый для индуизма пацифизм, в Пхагавадгите мы видим прямой призыв к насилию. Не говоря уже о том, что вот только что выше процитированный внешний облик, которым предстал Кришна, это напоминает не любящее божество, а именно дьявола, который стремится уничтожить весь этот мир. Не случайно, что американский физик Роберт Оппенгельмин, когда увидел первый раз испытание ядерной бомбы, вот это зрелище поднимающегося вот этого облака, вызвало у него ассоциацию именно с вот этим описанием из Пхагавадгиты. Если сравнить с христианством, сравнить со святым Евангелием, с настоящим благовестием, то мы видим, на самом деле в Новом Завете тоже есть слова из Первого Послания апостола Иоанна Богослова, которые гласят так, «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, несть от Отца, но от мира сего». И творящий волю Божию пребывает вовек. И иногда можно услышать такое возражение, что, смотрите, и в Новом Завете тоже призывается не любить мир. Но на самом деле, дорогие друзья, христианский взгляд на мир не такой, не призывает мир уничтожить полностью, или полностью, скажем так, его упразднить. Христианство направлено на то, чтобы освободиться от власти мира. И вот сравним с вот этим, скажем так, благовестием, в кавычках, индуизма, которое изложено в Хагавангите, с тем, что мы находим в Священном Писании, в словах Евангелия. Господь наш Иисус Христос, в восьмой главе, говорит, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истинно сделает свободными, в том числе от закона кармы, от вот этого бессмысленного колеса первого воплощений, от власти греха и смерти. В десятой главе Господь наш Иисус Христос говорит о себе, «Я есть дверь, кто войдет в Мною, тот спасется, войдет и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Вот что говорит Сын Божий. Бог, который есть любовь, говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Сравните это со словами Кришны. «Я яма, Бог смерти, я всепожирающая смерть, я время великий разрушитель миров, я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей». Кришна пришел сюда, чтобы уничтожить, и открыто это провозглашает. А Господь Иисус Христос говорит, что «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». В 11 главе Спаситель, обращаясь к Марфе, сестре Лазаря, перед тем, как он воскресил своего друга, говорит, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, исти умрет и оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Господь принес жизнь. И о себе Спаситель говорит, что «Аз есть им путь, истина и жизнь». Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья. И особенно, особенно, почтительно призываю всех вас, если среди ваших родных, близких, знакомых, есть люди, которые до сих пор пропитаны такой иллюзией, что можно соединить несоединимые вещи. Восточный мистицизм, и в частности вот Пхагавадгиту, как якобы благовестие индуизма, якобы призыв возлюбить и какого-то Бога, и через любовь к Нему освободиться от колеса перевоплощений и от всех вот этих тягот жизни, если есть таковые люди, обратите их внимание на глубинное внутреннее противоречие восточного мистицизма и христианского благовестия. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, говорит Господь Иисус Христос. Будьте здравы и Богом хранимы, дорогие друзья! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok